Встреча с Кроном 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 Ну, понимаете, дело даже не в этом, вылетим или не вылетим. У Астрахани-Южный город, хороший стадион, есть учебно-тронувающая база. Люди перестали ходить в последнее время как-то на футбол, как-то без инициативы. Если мы его сейчас привезем в высшую лигу, поэтому мы на кубок боролись. Мы хотели, чтобы приехала высшая лига, чтобы сыграть хороший матч. А уж как закончится, никто не знает, но это уже весной. Для нас это праздник, и мы хотим, чтобы люди вернулись на футбол. А для этого нам нужен качественный футбол. Качественный футбол, над ней там еще работают непочатый край. Ну и работа, работа, работа. Конечно. Капус в области как бы покинут? Да, 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 да. И когда было трудно, губернатор был на матчах, и всегда была поддержка однозначно. Там есть возможность сделать большую и хорошую команду. Главное, что Газпром поддерживает? Ну, там все поддерживают, и губернатор, и Газпром. Поэтому просто нам выбираться надо, и все. Конечно, я думаю, необходимо и важно извиниться перед болельщиками. Это происходящее, например, в первом тайме, это даже, наверное, игрой назвать нельзя. Это вы сейчас сказали, Волгарь и торпеда. Сегодня Волгарь, видно, приехал выигрывать, приехал футбол играть, потому что в первом тайме, если было можно сделать максимальное количество замен, и не тратить слоты, то мы бы это сделали. То есть, так, за торпеда, я думаю, играть нельзя. И то же самое, одолжение делать, и здесь нечего комментировать даже и футбол, по большому счету. Пожалуйста, да, Александр. Какова ваша, как главного тренера, вина в том, что происходит? Сегодня был один единственный удар. Это будет второй удар. Вот какова ваша, вина в том, что так играют футболисты, о которых вы сказали, что в первом тайме это было не похоже на. Всегда виноват главный тренер. И в том-то и дело, что, значит, я неправильно выбрал стартовый состав, допустим. Здесь сейчас нужно осмыслить все и дать оценку. Сейчас, как бы, не хочется ничего лишнего говорить. Понятно. Значит, створ ворот в этом матче попали один раз и два вопролетаре. Это стандарты, для которых я отдельно тренер говорить не стоит. Вы тут все сказали, что это стандарт уровня цикловых команд, а что это зил, это самое предстоитающее время. Что же делает тренерский штаб? В течение уровня, чем пять игр, которые вы проводите, если команды играют таким образом? Ну, я не стал бы все игры сравнивать предыдущие четыре игры и этот тайм. Вы сейчас спрашиваете меня про что? Про цеховые команды или про сейчас? Я же отвечаю вам. Вы слышите меня, нет? Ну, вот так-то, наверное, вы меня спрашиваете, я могу ответить. Или вы сами спрашиваете, сами отвечаете. Я же говорю, оценка каждых игр, она разная. Я по сегодняшней игре пресс-конференции, я могу за этот матч вам сказать. Сейчас мне нет в голове, что было в предыдущих играх. На предыдущих играх я приходил на пресс-конференцию, поэтому давайте про этот конкретный матч. Я же уже сказал, да, вначале, что не хочу индивидуально давать оценку, потому что если бы можно было сделать замены, я бы их сделал. То есть раньше. А как мы играли в первом тайме, это назвать футболом нельзя. То есть ответственность прежде всего на мне. Дальше будем работать, надо сделать. Я уже ответил на этот вопрос, что индивидуально не хочу ребят оценивать. Сейчас это неправильно. Продолжение следует...